йоу чё как амон hello everybody своими базе йоу давно с вами не виделись я по вам соскучился а кратко расскажу где я был сначала я решил отдохнуть потом у меня сломался компьютер но потом я вошел во вкус этого всего ну а сейчас 1 сентября а то есть я хотел сказать 1 сентября ну и конечно я уже вижу ваши комментарии по поводу микрофона нет по поводу вот этого всего скажу коротко захотел попробовал ну вроде как понравилось официально разрешаю вам написать в комментариях Пидор. На самом деле будет круче, если не пойдешь на поводу и напишешь, что я красавчик. Мне будет очень приятно. Спасибо. Ну так вот, и сегодня долгожданнейшее просто вы... В последнее время меня больше всего спрашивали даже не про это, а... БАДДИ, КОГДА ОТЕЛИ ЛЕОН В МАЙНКРАФТЕ? И я рад вас приветствовать в новой серии, третьей серии долгожданной отели Леона в Майнкрафте. Я думаю, если вы меня прямо сейчас поддержите меня, если вы ждали вообще какое-то видео от меня, если в особенности ждали отели Леона в Майнкрафте, то вы прямо сейчас поставите лайк этому видео. Я буду вам очень сильно благодарен. Короче, я думаю, что вы уже ждете этого, не будем медлить. Погнали! Ох, как я давно это не говорил. Если вы вдруг еще не забыли, мы остановились на том, что у нас был тяжелый выбор. Ну как тяжелый, легкий, ну типа, ну, нужно его выбрать. Короче, мы были официантом, и шеф нам предложил устроиться поваром в его ресторане. Это же отлично. И у нас тут два варианта ответа, согласиться, отказаться. И я проведу голосование в прошлой серии, и вы ответили согласиться. Поэтому прямо сейчас мы делаем, что соглашаемся. Давайте посмотрим, это была не шутка или чё-чё-чё. Мы заслужили этого. Надеюсь, что мы этого заслужили. Давай. Отлично, тогда идти к Лёве, он даст форму и все расскажет. Будет сделано! Все, спасибо, шеф, спасибо большое. Так, идем к Лёве. Лёва, а я теперь тут работаю. Ля отворачивается от меня, стесняется. Так, ладно, Лёва, помогай мне, что мне делать, с чего начинать. Так, мне уже все передали. Поздравляю! Вот тебе форма. Так, смотри, сначала ты будешь у нас на испытательном сроке. Готовки я тебя пока не подпущу. Будешь выполнять мои поручения. Я, конечно, не шеф, заставлять картошку чистить не буду, издирать аликетки из бананов, но все же твоя помощь будет очень кстати. Всегда готов помочь. А что от меня требуется? Сначала сходи на задний двор и спроси Тимура, есть ли у него трюфели. Скоро к нам приезжает важный гость, нужно подготовиться к его приезду. Хорошо, задание завершено, поговорить с Лёвой и трюфели. О, смотрите, он мне дал форму. Шапка повара, китель повара, штаны повара и ботинки повара. Снимаем свой пиджак официант. У меня тут прям коллекция одежды из отеля. Задим халатик, это светое. Ладно, одеваем эту всю форму и... Ой, я случайно на халат одел. Кей-я! Так, теперь, о, вот, теперь мы просто в форме... Мы настоящие повара. Так, ну пока что мы о гуске. Ага, кстати, если вы помните, если вы смотрели карту... Кстати, можете написать в комментариях, если вы смотрели ту самую карту кухни в Майнкрафте, которая выходила год назад. Там Лёва нам тоже давал задание про трюфели. А, интересно, интересно. Так, поэтому такая, может быть, какая-то отсылочка. Ладно, давайте пойдем к Тимуру. Скорее всего, нужно нам идти сюда, потому что нам нужно выйти на задний двор. Скорее всего, там он будет продавать нам продукты. О, здравствуйте, Тимур, он тут. В принципе, что я планировал сожидать. Я обожаю эти скины. Не, кстати, вот что-что, Тимур идеально вписывается. Посмотри, он как будто нарисованный. О, боже, он потрясающе. Он превосходный. Я больше всего теперь из всех персонажей. Тут и люблю Тимура, потому что он лучше всего тут выглядит. Окей, ладно, поговорим с Тимуром, что он нам скажет. Привет, дорогой, я тебя не знаю. Пока, дорогой. Ты видит Тимур, верно? Ну да, не думал, что меня уже узнавать на улицах будут. Я новый повар в ресторане. Лёва попросил меня узнать, есть ли у тебя трюфель. Обижаешь, конечно, есть. А, ну отлично. Я тогда передам Лёве. Ну, только я отдать его не могу. Почему? Потому что у тебя лап нету. Да, шучу, понимаешь, дорогой, Труфель ваш не самое дешёвое удовольствие. Тут заказчик другого ресторана уже закупился заранее. Слово даю, ни кусочка не осталось. Только через нигель смогу привезти. И у нас тут два варианта ответа. Спросить, что за ресторан и придумать эпичный план. Или же рассказать всё Лёве. Но я же, я же, я же должен придумать эпичный план, правильно? Я же, я же... Я чё, стукач? Выбираем вариант ответа. Спросить, что за ресторан и придумать эпичный план. Так что, заказываем Труфель. А в какой ресторан ты Труфель отвёз? Клод Моне? Ой, то есть, дорогой, ты что, не скажу, я тебе... Блин, точнее, я уже сказал. Всё, спасибо, Тимур. Надо отправляться в Клод Моне. Надо же влиться в коллектив. И не самый лучший способ, но это же карты Майнкрафт. Всё хорошо. И так и мы... Вау, это же Клод Моне, наверное. Так, подожди, серьёзно, мы сейчас попадём в Клод Моне. Это точно отсылочки, кто ещё самой серии. Ладно, ладно, ладно. Слушайте, ну, круто, очень интересно. Это ресторан охраняет охранник, поэтому... Посмотрим, как она там в Майнкрафте. Мы уже давно там не были. Давно? Я уже не помню, честно говоря, что мы это делали. Помню, Труфель что-то забирали. Ну вот. Ну, в Клод Моне реально круто вернуться. Посмотрим вообще, кто там работает. Хотя сейчас ночью, так понимаю. Если я собрался сделать эпичный план, то, скорее всего, я пошёл ночью, когда никто не работает. Поэтому никого мы не видим. Но, тем не менее, так, здравствуйте, охранник. Наверное, с ним нужно поговорить. Ты меня пустишь? Ресторан закрыт, всего доброго. И у нас тут три варианта. Пробуем другой способ. Притворимся охранникам. Да ладно, я пришёл к тебе на замену. Твоя смена окончена. Давай, не ломайся. Где твоя форма? Чёрт, попробуй другой способ. Притворимся владельцу ресторана. А ты что, не узнал мне? Это свой ресторан. Не похож, что ли? Нет, нет. Владелец сидит в ресторане в данный момент. Ага. Выход, ладно, и... Повторяю, ресторан закрыт. Надо придумать другой вариант. И шо, мне другого варианта не дали. Ааа, я понял. Тихо-тихо-тихо, какая больба! А-аа, аккуратней. Ладно. Так, да-да-да-да-да, да-да-да, да-да, да, да, господи, ты! Так, я его убью или нет? Он по мне шмалять начал. Он работает правильно. Дук-дук. Я за угол зашёл, а ты меня чё бьёшь? Так, ладно, иди сюда, иди сюда. Всё, ты меня не пробиваешь, ты не пробиваешь мою поварскую форму. Она... Она шита из стали, наверное. Я не знаю, из чего она шита, почему ты меня не пробиваешь. Ой, из тебя что-то выпало. Ключ. Круто. Видимо, его нужно поставить сюда и... О, боже мой, это же кладманы... Ага, отлично, я попал сюда. Скрип пола. Упс. А ну-ка, поварёнок, пойди сюда! Чёрт, меня спалили. Ой, Нагиев, что ты тут делаешь? Злубокой ночью. Ладно. Это твой ресторан, что я могу говорить? Походу, меня спалили. Ну, кстати, смотрите, это кладманы, вау, типа, прикольно. Ладно, шо вы мне скажете, мистер Нагиев? Я к вам присяду, да? О, кружечка лимонада, наверное. Всегда в деревянных кружках лимонад наливаю. Так, иди. Короче, давайте, давай закончим с этим и всё. Так, пробуй. Эмм... Что, Эм, пробуй? Похоже, он подумал, что я просто повар это в ресторан. Конечно, разладелся как повар, чё уж ему не подумать. Хорошо, а чё это такое? Трюфель. Так, вот ты всё скупил. Хорошо, пробуем. Ну как, сможешь такое приготовить? Да, но мне нужны ингредиенты для его приготовления. Тогда ну марш на кухню, в холодильнике тонны этих трюфелей и возвращайся сюда. Будет сделано! Супер, даже не напрягался. О, так, ну ладно, я вижу, вы наелись. Угу, интересно, кто у них тут работает барменом? Ну ладно, я так понимаю, вон у нас с кухни, бежим туда, по столу, конечно же, бежим. И вот они, двери в кухне. И, здрасте! А, чё-то тут пусто, никого нет. Наверное, все забрали всё, когда уходили. Так, давно я тут не был. О, кабинет шефа, кабинет шефа! Ну-ка, 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 я хочу на его сиденье сеть. Здрасте, здрасте, здрасте. Пользуйся моментом на полную. Так, так, классно, смотрите, кабинет довольно-таки похож. Так, ну мне нужно найти трюфели, давайте попробуем поискать их, у них может быть какие-то полки. Ну, скорее всего, вон, у них тут есть вот эта вот подсобочка, вот. Тут какие-то картошки, хлеб, всякие штуки, дрюки. Почему у них десерты стоят просто и в холодильнике, типа? Разве их не нужно готовить? Ну, ладно. Может, что-то есть в холодильнике и... О, четыре трюфеля! Давайте берем их! Нам, кстати, по заданию нужно найти три. И что это? Супер, они у меня тут даже больше, чем нужно. Стоп. Что за звуки? Что это? Что произошло-то? Здрасте! Какой нахрен призрак, лутманы? Вы что, долбанули что ли? Эй, уйди! Так, я, конечно, что понимаю? Какого-какого хрена? Что за... Что за... Я думал, это реалистичная, типа, карта, да? Откуда вы взялись? Кого вы, призраки? Так, ладно, самое главное, что надо их купить. У меня есть рожок для обуви, самое лучшее оружие. Запомните, дети, раз и навсегда. Так, иди отсюда! Так, эээ... Ну, хэп, отстань! О, да. Новое здание, покинуть кухню. Хорошо. Я-я? Я без проблем теперь! Це шо было? Ну ладно, у нас есть трюфеля. Что за... Что это было? Такие к чёрту призраки, Нагиев. Ну что там? Чёрт, надо ж ему ещё что-то приготовить трюфель, а то он не выпустит. Ладно. Это шо, где нам приготовить трюфель? Почему не открывается эта сковородка, хотел сказать? А, ну печка. А, ну в любой непонятной ситуации, если ты на кухне берёшь печку из Майнкрафта и ссуёшь туда трюфель и готовишь. Он серьёзно готовится. Ну ладно, ждём тогда итога. Шо нам ещё ждать? Давай. И шо? Приготовленный трюфель. Супер! Я теперь повар. Окей, ладно, видимо, его нам нужно отнести Нагиеву. Так, по столу, конечно же. Здравствуйте. Готово! Ммм, обалденно! Всё, ты наш новый шеф, поздравляю! Ага. Шеф, пожалуй, сделай вид, что я ничего не слышал. Пойду к Леве. Хотя... А можете ещё раз повторить? Что? А, конечно! Ты, ты новый шеф! Снова лёг спать на барную стойку. Ну всё, это так, на всякий случай. Отлично! И вот он, Лёва, здравствуй, давно не виделись. У нас осталось три трюфеля, и нам для задания как раз-таки нужно три трюфеля, отлично. Отдаём их Леве, супер, получай. Где ты был так долго? Я уже поговорил с Тимуром, нет у него трюфелей. Есть! Точнее, я нашёл. Что? Как? Связи. Я просто всех отпиздал этой ложкой. Ты просто наш спаситель! Ты не представляешь, для кого мы их будем готовить! А кто это такой важный? Д-д-догадайся! И у меня тут всего лишь три варианта ответа. Егор, Крит, Ивангай и Куки. Чё? Ну, я так понимаю, что вот тут голосование. И вы нажимаете на него и голосуете. И в комментариях пишите, за кого вы голосуете. Надеюсь, что от нашего выбора тут что-то будет зависеть. Короче, всё зависит от нас. Пишите, кого выбрали в комментарии. Ну, конечно, уже надо было давно поставить лайк. Ну, а нам пора заканчивать. Ну, что ж, друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео и вы скучали. Если так, то, конечно же, поставьте ему лайк. Вы уже давно, надеюсь, это сделали. Написали внизу комментарий. Если вдруг ещё не подписан на мой канал, конечно же, подписывайтесь. Жду вас. А с вами был я, Бадзи. Всем удачи и всем до новых встреч, друзья мои. Пока-пока-пока. Паучки, пау-пау.